Футбольный клуб Нижний Новгород продолжает подготовку к новому сезону на втором сборе. Команда решила не покидать родной город и тренируется на Борской базе, а матчи проводят в Нижнем Новгороде. В качестве очередного спарринг-партнера для отработки взаимодействия между игроками, главный тренер НН Александр Кержаков выбрал Нижегородскую волну. Здесь был не важен уровень соперника, поскольку футболисты Нижнего выполняли определенные задачи. У нас еще нет определенности, кто так называемый основной состав, кто не основной. Все-таки это еще у нас сборы, и сборы в большинстве своем, к сожалению, еще носят в какой-то степени селекционный характер. Хотя осталось совсем немного времени, но, к сожалению, реалии таковы, что у нас не так много футболистов на контракте и много футболистов, кого мы просто просматриваем. Но что есть, то есть. Матч проводит на стадионе «Локомотив» – знаковое место для нижегородского футбола. И уже на второй минуте чуть не забивает свои ворота защитник волны, едва не срезав мяч после прострела. И все же нижний добивается своего. Тимур Сулейманов, метров с 25, выстрелив точно в нижний угол, открывает счет. На 38-й минуте тот же Сулейманов зарабатывает пенальти. Сам же берется его исполнять, однако галкипер волны Зайцев отражает мяч. После неточного удара Тимур завелся, и за три минуты он забивает еще два мяча, в обоих эпизодах преуспевая на добивании. Тренерская работа, стараемся уже ближе к концу сборов, надо уже выкладываться, показывать все свои кондиции, то, что нарабатывали с тренером. Ну, как сказать, конечно, не все получается, но хотя бы голы получились в моем случае. После перерыва у Нижнего Новгорода на поле выходит несколько игроков на просмотре. После быстрой атаки Галаджан делает передачу на Мархива. И экс-полузащитник Юрмальского Спартака, находящийся в Нижнем на просмотре, устанавливает окончательный результат 4-0. Нижний побеждает, но главный тренер Александр Киржаков все равно остается недовольным результатом игры. Результат не имеет значения здесь больше на качество выполнения тех или иных элементов в игровых моделях, построениях, на что мы смотрели индивидуальные качества и мастерства футболистов. Надо было посмотреть. Были моменты, которыми довольны. Больше, наверное, моментов, которыми недовольны. Сейчас Нижний Новгород возвращается на Борскую спортивную базу и продолжает пресс-сезонный сбор. До начала российской премьер-лиги остается не так много времени. Уже 26 июля на главной спортивной арене города Нижний встретится в первом туре с футбольным клубом «Сочи». Артемий Котков и Николай Прохоров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова